В одной из своих лекций вы обещали, что Бонифация расскажет про аэропорт Денвера. Случится ли это? Вы упоминали, что его в подземных помещениях хранят замороженных людей. Чем обосновывается эта информация? Можно ли в интернете найти материал, прямо или косвенно указывающий на это? Ну, честно говоря, я так по поводу этих материалов никаких исследований не проводил. Пришел к этому выводу по совокупности информации, которая была получена мною просто из открытой прессы по поводу Денвера. Как возник этот аэропорт, какие средства там были вложены, какие хранилища и какое количество подземных работ было сделано там. Из предположения, что масштабы этих кореозохранений, они достаточно масштабные, достаточно большие, и их невозможно просто скрыть. Это должно было быть на поверхности. И посмотрев те объекты, которые мы на поверхности Соединенных Штатов имеем, ну, вот одна из основных кандидатур, это, конечно, аэропорт Денвера. Что является в той или иной степени спекуляцией, но нам помогает еще странное оформление этого аэропорта, установки там вот этого замечательного памятника, который вызвал, ну, не знаю, ритуальную или случайную смерть скульптора и так далее, и так далее. Ну, разумеется, это вовсе, так сказать, не такая стопроцентная информация. Ну, мне так кажется, исходя из разной информации, и я могу сделать такие выводы, потому что информация разнесенная. То есть, я вижу вот здесь, что-то здесь, что-то, накладываю сетку, и вот получается вот. Может быть, я ошибаюсь, но никаких аргументов, которые бы опровергали эту точку зрения, я пока не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok